В этот день очереди за святой водой у церквей и соборов будто не заканчиваются. Накануне праздников Сочельник во всех храмах прошли службы. После великого чина освящения вода обрела свои целебные свойства. Каждый берет с собой емкость побольше, чтобы уж наверняка на целый год хватило особенной крещенской воды. Освященную воду многие хранят долгое время, до следующего крещения. Считается, что это еще одно свидетельство чудодейственных свойств. Вода всегда остается свежей. Я освящаю свое жилье и водичку добавляем, пьем. Просто пьем утром, потому что у меня болеет. Утром говорит молитву и пьет воду, как бы, лечится. Едем на дачу, тоже освящаем все. Дети у нас тоже вчера ходили за водичкой. Чтобы соблюсти крещенский обряд по всем канонам, недостаточно набрать святой воды или искупаться в купеле. Нужно еще выдержать однодневный пост и прийти на службу в храм, исповедаться и причаститься. Самое главное, что внутреннее состояние человека, вера его, духовное устроение, оно подкрепляется вот этой благодатью Божией. Вода – единственное крещение, когда умывает грехи, это когда человек принимает сам крещение. Младенца маленького приносят и таинство совершается. Трижды погружают в воду, вот эта вот вода, соприкосновение с водой, силой молитвы, она очищает человека. Главный момент во время молебна, когда крест опускается в воду. Верующие называют освященную воду лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов. Она помогает очистить душу, а может просто взбодрить. Именно поэтому год от года число желающих искупаться в святой воде растет. При этом христианский обряд соблюдают не только взрослые, но и маленькие дети. Для одних крещенское купание – нечто новое, для других уже вполне привычное дело. Значит, новую жизнь нужна, чистую. Смыть себя все. Пару месяцев по утрам холодной водичкой обливаюсь. Сейчас там в доме живу, из бочечки. Поэтому так готовился уже немножко. Не то, что так, в двух-то барахтой. Ощущение очень, очень, очень. Как обновленный человек выходишь в себя. Чувствуешь себя, как будто родился по-новой. Вода смывает все грехи, которые мы за год набрали. Я, в принципе, третий год только купаюсь. Но пока очень доволен остался. Потрясающее впечатление. Вообще очень здорово. Как все равно начинается все с чистого листа. Все заново. Вопреки всем ожиданиям, традиционных крещенских морозов не было. Столбики термометров показали всего лишь небольшой минус. То есть температура воздуха равнялась температуре воды. Кстати, много противоречивых мнений о крещенских купаниях существует до сих пор. Ведь вода в Иордании была намного теплее. Очень важно помнить, чтобы не было магического восприятия отношения к вот этому погружению в воду в день крещения. Чтобы люди не думали, вот я сейчас приду, три раза под воду окунусь, и всякая гадость с меня смоется. Человек, ходя в воды, если он все-таки на то решился, должен сказать, Господи, вот помоги мне. Вот сейчас вода омыла мое тело. Помоги мне прийти к настоящему покаянию, которое омоет мое сердце, мои мысли от всего злого, всего нечистого. Помоги мне прикоснуться к источнику живой воды. Тем, кто все же замерз и пожелал согреться на берегу, рядом с купелью, предлагали горячий чай и солдатскую кашу. Крещенские купания продлились до позднего вечера. Полина Ларина, Яна Мельниченко, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+.